Господин Сафариан, я бы сказал даже больше, насколько я понимаю, в 101 лет уже, а не 21 год, мы друзья, и я горжусь этой дружбой, поскольку время очень короткое, я постараюсь сделать несколько ремарок просто. Но, во-первых, позвольте действительно приветствовать и поблагодарить и за организацию, и за возможность выступления. Несколько слов по региону, по контексту и по тому, как нужно сделать и с точки зрения армян-российских отношений. Мы все здесь уже несколько месяцев, как мы в Армении говорим, и в России, что ситуация изменилась, но она продолжает изменяться. И здесь несколько моментов. Во-первых, политика Азербайджана, она продолжается и будет расширяться. Во-вторых, политика Турции, которая просматривает Азербайджан как выход не только Каспию, но и в Среднюю Азию и в Дагестан. И здесь очень интересный момент. Оно полностью меняет ситуацию, оно полностью меняет расклад сил. Выход в Среднюю Азию и через некоторое время, я думаю, что и там мы увидим определенные процессы. И третий момент, который я хотел бы сконцентрировать внимание, это подходы из Соединенных Штатов Америки. Во-первых, последнее недопустимое выражение президента, которое обозначает новые красные линии. И во-вторых, президент США поздравил Азербайджан и сказал о диверсификации возможностей в Каспийском регионе. То есть, вход Соединенных Штатов в Каспийский регион через Турцию и Азербайджан, это уже становится более ясным. И последняя война, она имеет очень большое значение в этом раскладе. Вот. Третий момент, конечно же, это то, что мы входим в большую турбулентность в регионе. И смотря по раскладу сил уже после парламентских выборов, здесь господин Милл Киваймин Куменстар, думаю, скажет, что я прав. Посмотрим, каков будет расклад сил. Но полностью, абсолютного большинства, я думаю, что вряд ли предполагается. И с этой точки зрения нужно будет найти политический консенсус. Этот консенсус, он должен быть обязательностью, если господин Милл Киваймин Куменстар говорил об этом политически, для расширения армяно-российских связей. И второй вариант, о чем идет речь. Тут говорили и о стратегии, новой стратегии армяно-российских отношений. А да, она однозначно должна быть и по договору, и по предложению, и по объединенному. Но здесь должна быть четкая стратегия. Мы говорим о стратегии, но, насколько я понимаю, стратегии не было. Не было стратегии в арцарской проблеме, решения не было другой. Что означает стратегия? А общие цели, общие подходы, расклад, возможности, проблемы и так далее и тому подобное. И, в конце концов, роль каждой стороны. Это нужно делать. Если мы просто будем говорить о ничего и стратегии не будет, мы опять будем идти по пути преодоления возникающих проблем. Скажем, вот, вы знаете, вы не знали, что война будет, это была большая война, чем мы ожидали, и так далее и тому подобное. Я предлагаю всем, и, может быть, сейчас здесь принять решение о том, что, да, общественность на политическом уровне, на экспертном уровне, которая очень важна, и экспертный совет, может начать проблему предложения дискурса по формированию данной стратегии, по анализу, по предложению, по консенсусу и так далее и тому подобное. И еще последний вопрос. Мы не говорили об этом, но роль ОДКБ, ОДКБ в будущей архитектуре безопасности, она двойственная, конечно же. С одной стороны, ОДКБ – это часть армянно-российских отношений, со второй стороны, армянно-российские отношения – это часть отношений в рамках ОДКБ. Это тоже очень важный вопрос, просто он как бы более емкий, и сейчас я не хочу об этом обсуждать. Но он должен быть в центре нашего внимания. Более четкий подход, более осознанный и более стратегический. Благодарю вас, извините, если я чуть побольше. Спасибо.